Более 200 юных шпажистов и саблистов 12 и 14 лет собрались в Омском велотреке в начале апреля. Почтить память великого тренера Аганесса Павловича Крикорианца и выявить сильнейших перед чемпионатом страны в Сочи. На такие турниры приезжают спортсмены из других городов. Это, наверное, самое важное. Сохранение памяти человека, тренера, вида спорта, естественно. Я очень благодарен тем тренерам, которые продолжают заложенные в этом виде спорта традиции у нас в городе Омске. Я уверен, что из тех ребят, которые к нам приехали, вырастут мастера, потому что, в общем-то, Сибирский федеральный округ ребята представляют в основном. Это как раз, ну, абсолютно не слукавлю, не скажу неправильно, это кадровая кузница сегодняшних фехтовальщиков из сборной страны, тренерского штаба страны, особенно по сабле. Я уверен, что мы тоже в эту обойму входим. И на сегодняшний день пять ребят представляют наш регион в сборной команде страны. Среди юношей лучшим в сабельном бою стал новосибирец Дмитрий Тимухин. Серебряная награда досталась представителю Алтая Кириллу Шаповалову. На третью ступень пьедестала поднялись омичи Роман Пыхтерев и Степан Войдок. Я выжидаю момент, разрываю дистанцию и доставляю противника проиграть. Поединки девушек были не менее напряженными и намного более эмоциональными. Но даже те спортсменки, которые не попали в призы, выкладывались по максимуму и получали удовольствие. Это очень хороший спорт. Он помогает раскрыть себя, свои эмоции. Ну и все. Эти соревнования в Омске, насколько здорово, что они в твоем городе проходят, что столько спортсменов приезжает? Ну, эти соревнования очень популярны, потому что они названы в честь великого тренера-калькальянца. Я занимаюсь четвертый год. Сегодня я раздергивала спортсменок и била их в один фонарь. А соперникам что скажете? Боятся меня. Почему? Потому что Омск самый сильный. Амичка Настя Кузьменко прямо с интервью побежала на дорожку. Одолевать очередную соперницу. По отработанной схеме в один фонарь. Теперь я понимаю, почему у вас все боятся. Расскажите, пожалуйста, про сейчас поединок и про ваш соперник. С этой соперницей я разминалась на разминке и выиграла ее. И поэтому я думаю, что она и сейчас меня боялась. Просто техника и все. То, чему учили тренера. Фиктование за последние буквально 5-6 лет очень сильно изменилось. Здесь много причин, которые на этом сказали. Прежде всего, некоторые изменения. И в правилах были определенные изменения. И в трактовке некоторых фраз. Потому что, допустим, фиктование это не только нужно нанести удар, но и выиграть фиктовальную фразу. Поэтому из-за этого очень сильно изменилось само фиктование. Оно стало более динамичным, более зрелищным. Те прекрасные выступления, те прекрасные результаты, которые показала наша сборная в Рио, они действительно такую мощную волну энтузиазма вызвало в детях. Действительно приходит много-много. И все говорят, и не только у нас в Омске, и не только в нашем регионе. Это везде вызвало огромные тварицы. И дети просто пошли массово заниматься нашим видом спорта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова